Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы провожаем играть в Майнкрафт с модом Пиктельмон. И, ребята, я так думаю, что сейчас... Я даже не знаю, наверное, пойдем дальше прокачивать наших покемонов, или же... Да хорай там гавкать за окном, зараза. Ребят, извиняюсь, если слышала очень, но... Что-то там война какая-то. Да не, война не война, но... Что-то собаки там расшумелись, или что это. Фиг его знает. Что-что-что-что-что-что я хотел сделать в этой серии, ребята? Во-первых, вроде я хотел, если я не ошибаюсь... Нет, вот что я хотел, точно, ребята. Вот что я хотел, это сделать одну штуку. Так, вот эту заразу. Да че ты? Че ты, че ты, че ты? Вот так, опять это поменялось. Да реально, хорай уже там гавкать. Капу. Я, честно говоря, не знаю, ребят, слышно ли вам это, нет, но мне, если честно, тут уже немного поднадоело. Эм, вот босс уже, походу, улетел, да? Эм, тогда, ребята, вот что я, о чем я хотел поговорить. Это Раркенди. Если, например, может, хочу просто сделать магазин, в котором можно будет обменивать всякие вещи на Раркенди. Не на Раркенди, а на, как это называется? На золото, точно. Если на Раркенди, то это уже будет слишком, ну, слишком просто. А если это будет на золото, то это будет лучше. Ну, смотрите, в предыдущих версиях, как же там было, в предыдущих версиях Пиксельмона, там же было, что с одного золота ты можешь себе сделать... С одного золота ты можешь себе сделать одно золотое яблоко. То есть, уже, уже, можно сказать, с одного золота можно было сделать себе один Раркенди. А вот в этих версиях тут с девяти золота можно сделать себе Раркенди. То есть, с целого стака можно себе сделать только, сколько там, шесть Раркенди. А шесть Раркенди, это не очень. Формить целый стак... Формить целый стак золота, чтобы сделать себе шесть Раркенди. В принципе, у нас на месте один стак, но тот стак, можно сказать, не очень так мы быстро и нашли. Поэтому, ребят, я предлагаю сделать небольшой магазин, в котором... В котором... О, 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 Шайни только... Ух, 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 побежали, побежали, покеболы у нас... Нужно... О, точно, ребят, нужно себе покеболы сделать, а то у нас кончаются. Давайте сначала его словим, потом поговорим, а то действительно, просто, почему я решил это сделать. Ребята, уже, уже, в принципе, нормально так. Ну, ну, короче, вот, чтобы, чтобы нам словить всех покемонов в моде... Так, я его бить не буду, потому что опять он умрет. Вот, чтобы словить всех покемонов в моде, и чтобы их всех прокачать к 60-му уровню, да, то есть по командам, как мы сделали, это очень много времени займёт. Просто нереально много времени займёт, потому что... Ну, смотрите, у нас до сих пор только... Ну, покемонов у нас уже там есть, только потому что мы наловили себе там нормально... Наловили себе нормально вот этого. Шайни покемонов, да? Но... Если так считать, то... В принципе, мы ещё даже ни одну команду не прокачали. То есть у нас 6 покемонов, которых мы сейчас качаем. Это, в принципе, не очень так много. Да чё ты, зараза-то такая, не хочешь ловиться? Вот ты... Ладно, короче, опять мы одного убили. Ну, нужно себе сейчас, сейчас посоветовали одну атаку, которая усыпляет покемонов, чтобы их было проще словить. То действительно, просто я бы мог его словить, но... Использовать ещё один мастербол на него это уж слишком, потому что, в принципе, если даже заспавниться в какой-то покемон, да, то не хочется... И какой-то легендарный покемон, то даже не хочется его потерять, если у нас, например, не будет там мастерболов. Вот эта атака, мне посоветовали её изучить, так как она... Так как она, в принципе, усыпляет покемона, и это, в принципе, будет нормально. Почему я решил сделать вот этот магазин, ребята? Ну, смотрите, у нас только 6 покемонов, но у нас уже тут... У нас тут ещё может быть 3-4... 3 команды, если там у нас есть покемоны разных видов, да? Может быть, там 3 команды, а мы ещё даже первую не докачали. Ну, Инфернейп у нас уже только... Только сейчас подходит к 60-му уровню, хотя он первый покемон. Потом Мэмфорос и так... И дальше по очереди, да? А если, например, будет с Раркинди, то это уже будет намного быстрее. То есть... Ну, не намного быстрее, но чуть-чуть быстрее мы будем прокачивать покемонов, и чуть-чуть быстрее мы будем... Прокачивать целые команды и брать себе вторые команды. Потому что, например, много времени уходит на прокачку одной команды. А потом ещё одна, потом ещё одна, и потом ещё одна. Смотрите, ребята, как можно сделать. Из чего там делается Раркинди? Вроде с тростник. Ладно, тростник мы трогать не будем. Сделаем себе ферму, это уже такое, да? Чтобы покупать тростник, это уже слишком. Сделаем мы себе ферму, допустим, да? Допустим, сделаем мы себе ферму. Что там ещё требуется? Тростник, яблоко и голустон. Ну, голустон, как бы... Ну, можно себе сделать портал в ад, и просто-напросто туда ходить. Нету такого ничего, что... Где нельзя достать тот же тростник, или, например... Мы даже можем потом... Вот, нашли мы там кучу покет-центров. Где мы нашли? Вот где-то тут есть покет-центры. Вот, три подряд. Если пробежаться по ним, то там даже... Даже в этих покет-центрах ты себе кучу там голустона заберёшь, накрадёшь, да? Поэтому уже будет, в принципе, нормально. И всё, что нам остаётся, это золото. У нас здесь стак золота. Что мы можем сделать? Это мы сможем сейчас себе сделать шесть... Шесть раркендий, и всё. Но их не хватит. Если, например, мы сделаем так. Так, ребята, например, там... Один алмаз стоит, там, три... Три-четыре золота. Просто, я понимаю, может кто-то сказать, это слишком, или, например, ещё что-то. Но если так рассуждать, ребята... Один... Раркендий, давайте не будем считать тростник, давайте не будем считать вот это. Давайте не будем считать... Глоустон. Только... Только золотые яблоки. Одно золотое яблоко, это у нас девять... Девять вот этого... Золото, да? Девять золота. То есть, один раркендий, допустим... Допустим, пять золота у нас будет стоить... Пять золота... Пять золота, допустим, у нас будет стоить один алмаз. То есть, два алмаза, это получается один раркендий. Мне кажется, что это уже даже много. Ну, не, не, хотя как много. Нормально, у нас сейчас есть там приблизительно 15 алмазов. Если так посчитать, 15 алмазов, это у нас будет... Нет, это будет 15 алмазов, это у нас будет 30 раркендий. Хм... 15 алмазов, 30 раркендий. Это... Это уже... Хотя, я не знаю. Ну, то, что и алмазы не так уж и просто добывают. Добывать, да? Ну, допустим. Допустим, у нас будет... Два алмаза... Нет. Один алмаз, 4 золота. Два... Нет. Давайте будет два алмаза. Давайте будет три алмаза. Нет. Один алмаз у нас будет... Один алмаз у нас будет три золота. Один алмаз у нас будет три золота. Сейчас, я походу до этого неправильно считал Если 1 алмаз у нас будет 3 золота То есть То есть 1 раркенди у нас получается 3 алмаза Нет, 3 алмаза за 1 раркенди это уже слишком Давайте у нас будет 1 алмаз 4 золота Нет, 4 золота тогда не парное число получается Нам и так и так придется покупать еще один То есть если 1 алмаз 4 золота Еще 1 алмаз еще 4 золота То это уже получается Ребята 8 Но с 8 не скрафтишь Поэтому нужно 9 покупать Это получается И так и так 3 алмаза нужно потратить А если поставить По 1 По 5 То есть 1 алмаз 5 золота Вот это я не знаю 1 алмаз 1 алмаз Короче, пускай будет 1 алмаз Ух, чуть Чуть в лаву не упал Офигеть Как она там близко была Давайте куда-то сюда встанем Я думаю, пускай так будет 1 алмаз 4 золота И допустим Потом у нас Чтобы не только за... Ух, ребята Еще один мастербол Офигенно То есть сейчас мы уже можем И какого-то шани Потом на еще один мастербол Словить Допустим, ребята Чтобы не только Ловить поки... Чтобы не только за алмаза У нас было, да? Было Давайте пускай еще, например, там Железо тоже будет Например 5 железа, да? 5 железа там... Хотя нет 2 железа 1 золото То есть Чтобы сделать себе 1 В раркенде Нам нужно будет Потратить 20 железа Я понимаю, что это железо Но все же 20 железа 1 раркенде Это уже слишком Мне кажется То есть 2 железа За 1 золото Тогда давайте Сделаем Может О, еще Золото Давайте тогда Может Сделаем Одно Нет Давайте Сделаем 2 железа За 3 золота То есть 5 железа У нас будет Приблизительно 15 раркенде О, нет Что-то я вообще Запутался Если у нас будет 2 железа Одно золото Нет Если у нас будет 3 железа 2 золота Да Вот 3 железа 2 золота Если у нас будет 3 железа 2 золота То То 9 железа у нас будет 6 золота 12, 15, 15 золота 15 15 железа у нас вроде будет 1 раркенди Вот это уже более-менее нормально Ну если я правильно посчитал, то так Если нет, то То в принципе и так не больше получается А где-то вот так Я думаю нормально Так, там кто-то будет или там тупик Не, я думаю так нормально будет О, а в принципе Хотя и так, если так в шахту пойти То золото тут Ну не скажу, что много Но и 10 золота уже у нас есть То есть 1 раркенди Ну в принципе нормально И например тоже уголь Можно себе сделать Например там 20 угля 5 золота, да Или например там Вот эти все ресурсы То есть даже еда Даже вот эти все То тоже можно продавать Но это потом посмотрим Потом, ребята И говорю Потом мы себе сделаем еще магазин Потому что у нас уже в принципе Куча всего набирается То есть у нас уже там куча Хилок, куча Шапок, куча этого всего Куда уже, можно сказать Куда уже некуда девать Поэтому уже, уже ребята Нужно потихоньку себе делать Магазин Потому что уже в принципе У нас там заполняются сундуки И заполняются вот этим всем Куда уже некуда, можно сказать Девать Давайте трепетнемся А то там куча боссов заспавнилась Главное, чтобы всех убить Хотя те двое уже, наверное, и пропали Ну это действительно, ребят Нужно потом посмотреть Как, я не помню Как у нас было в прошлом сезоне То есть какие у нас там были Хотя нет, я помню Какие у нас цены были У нас же там все было По одному алмазу Точно, вот это я помню Нормально так, да, нормально Ну, например, если так считать То тут мы уже выбили Один алмаз То, что покеболы мы не продавали Хотя можно их продать Ну это в принципе нормально Потом посмотрим, ребята Что и как Так Чет Так Ну это потом мы посмотрим, ребята Сейчас Сейчас вот этим с Раркенди Нужно разобраться Чтобы не очень было его легко Добыть Ну и чтобы не очень тяжело было его добыть Например, у нас тут 9 алмазов 9 алмазов Это у нас получается Ну приблизительно там Если 1 алмаз 5 железа 2 алмаза 10 железа 4 алмаза 20 железа Не железа Золото 20 золота Ну в принципе получится где-то Около 6-7 Раркенди То есть 10 алмазов Это 6-7 Раркенди Получается В принципе нормально У нас тут уже нормально так И золото То есть больше чем 70 Это у нас получится приблизительно 7 7 Раркенди Но не так уж и много Да Да давайте изучим это Вот так Он допустим на этого Живвенозавра Так как У него есть слип Да Чем бы Вот это например Чтобы можно было усыплять Так И что я еще хотел Ну это так вроде усыпляет Поэтому Если будут там шани То можно потом будет их 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 вот так Наверное Ну Славливать Ловить как-то так Если она в принципе усыпляет Ну в принципе уже нужно себе делать ультраболы То что у нас уже ультраболов нет У нас осталось 3 штуки А на 3 штуки много чего не наловишь Можно и так сказать Поэтому нужно себе будет уже делать Ультраболы Опять Давайте пережарим вот тут 18 штук Давайте немного расчистим Инвентарь Что мы можем сюда выложить Ничего Сюда вот это Вот ребята Тут у нас уже все Заполнено Уже Уже даже сюда Ничего толком ложить И нельзя Нужно еще один сундук сделать Даже не один А еще парочку Если тут шапки Тут потом разберем О это что тут делает Вот так Ага Ай Что у нас еще там есть Вот это сюда Вот так Хлам 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 Это вот сюда И тут у нас есть еще 15 То есть Точно Мы же мяута можем убивать Мы же персианов можем убивать С них падают Голд наггеты Ну как бы не очень много Так с них падает Да То есть нужно приличное количество Убить Чтобы там Нормально себе так рарки не сделать Да Но это мы потом посмотрим Так ребята Сейчас 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 Это вот сюда Это вот сюда Отлично Сейчас Сейчас У нас там есть У нас там есть камень 50 Да нормально Есть так Ху Ну что Давайте пойдемте поспим Нормально Там камни есть Поэтому Если что Нормально Фу Сейчас нам нужен тростник Нужно себе сделать Ферму тростника Или Или Сначала Сначала Давайте Посмотрим Нужно ли нам будет Идти В ад За Глоустоном Давайте Тпфнемся вот сюда 1360 Минус 1360 Минус Как то вот так Да Так Фу Давайте сейчас посмотрим Нужно ли нам будет идти За Глоустоном Или вот тут нормально Так будет Нифига себе Тут Ты тут конечно Офигенно Заспаунился Если по две штуки Выпадает То это не очень Хотя Вот эти машины Шумят Капут Если так считать То на 11 Ракенди У нас тут уже хватит Да То есть только Один вроде Глоустон Нужен Или Нет Один вроде Нужен То есть нам Нам хватит Да ну нафиг Тогда нам в ад Даже не нужно идти Потому что Глоустона И так и так Хватит А на вот эти Все О Тростник точно Тростник нужен А на вот эти все Как его там Лампы И вот это В принципе Даже и не нужно Мне так кажется Шинкс Нет И хочется Убить Ну ладно Давайте пойдемте Убьем Просто потом Опять возвращаться Так Где ты У нас же есть Шинкс Да Даже Шайни Отлично О Ультрабол Выпал Фух Ну что Давайте опять Туда побежим Еще немного Себе Глоустона Возьмем Фух Ну в принципе Иногда нормально Главное вот Разобраться с этим Магазином Что и как Напишите Свои цены Ребята Если вы Например Медики Какие-то там Разумные Можно сказать Так цены Чтобы не было Завис Завишено То есть Например Там Если так считать Чтобы за 10 алмазов Можно себе Было там Купить 15-20 Раркенди То есть Если так считать Да То один алмаз У нас должен Стоить 5 Вот этих 5 Как его там 5 5 Золота Ну Я понимаю Что это Можно сказать И И И много 5 золота Можно там 3 золота Например Но если так Смотреть Не в одном Количестве То есть Не 1 алмаз На 3 золота Если рассуждать Сколько алмазов Будет стоить У нас 1 Раркенди То есть Если Так смотреть То у нас Получается 2 алмаза Стоит 1 Раркенди Можно сделать Например За 3 алмаза Но То есть Получается Мы толком Ничего не меняем А у нас Получается Что Мы покупаем За 3 алмаза 1 Раркенди Это уж Это уж Не так И И нормально Потому что 3 алмаза 1 Раркенди Мне кажется Это слишком Поэтому Не знаю Ребят Потом Разберемся Ну как Потом Нужно Это уже Делать Потому что Если мы Так будем Продолжать Прокачивать Покемонов То есть Куча Времени У нас Уходит Чтобы прокачать Одну команду То есть Как у нас Было В предыдущем Сезоне Да У нас Было Мы ловим Любых Покемонов Да Мы просто На просто Их прокачиваем До их Последней эволюции Когда последняя эволюция Приход Ну как бы Когда они Эволюционируют Да То мы Берем То мы Берем Других Покемонов И их Начинаем Прокачивать И все То есть У нас За одну Там серию Можно было Прокачать Нормально Так Покемонов Если до Последней эволюции Потому что Не у каждого Покемона Есть там 3 эволюции И не у каждого Не каждый Покемон Эволюционирует Там на 36 Или еще На большем уровне Поэтому Сейчас Когда мы О там еще Кто-то Я концу Сейчас Когда мы Начали Прокачивать Вот так Что По командам Да То есть Одна команда Считается Тогда Когда она Типа 60 Все покемоны 60 уровня Да То это уже Как-то Ну как-то Уже Очень Да То есть Не то что Очень А намного Дольше Можно и так Сказать Их Нужно прокачивать Поэтому Я думаю Можно сделать Ферму тростника Мы сделаем Голустон В принципе Уже нормально Вот у нас Тут уже 38 Голустона 38 Голустона Если посчитать То это 38 Раркенди Да А если у нас Голустон Кончится То потом Еще найдем Себе Пуки Центр И просто Просто Вот там Наворуем Да И все Даже нам Не нужно Будет идти В те же Ну В тот же А Поэтому В принципе Ребята Вот так Сделаем Мы потом Себе Магазин Ну Как бы Не магазин А только Одного Продавца Да Который Будет нам Продавать Обменивать Точнее Вот это Все Вот это Сделаем Такие Магазины Как у нас Были В предыдущем Сезоне Да Что мы Просто Обменивали Ну Вот эти Все Шапки И вот Это Все Мы Продавали Залмаз Точно Мы же Так Можем Сделать Что Эти Все Шапки И Лечилки Мы Продаем Залмаз А Залмаз Покупаем Золото Золото Делаем Себе Золото Делаем Себе Ну Яблоки Да Потом Делаем Себе Раркенди И Прокачиваем Покемона В принципе Так Вот Как бы Такой Обмен Да Шмотки Ну Как бы Вот эти Все вещи С покемонов На Алмазы Алмазы На Золото В принципе Нормально Мне так Кажется Поэтому Если Так Считать То Давайте Где-то Так И Сделать О Вот Ты Вот Сам Напал Ладно То есть Ребята Так У нас Получается Давайте Какую-то Цену Тоже Разумную Давайте Сделаем Да Ты Ж Отлично То есть Давайте Где-то Так и Сделаем Ребята Чтобы У нас Получалось Там Например Парочку Алмазов Там За Раркенди То есть Например Два Алмаза У нас Стоит Один Раркенди Да Это Будет Нормально А Чё-то Я Вот Чё-то Я Забыл Как-то Поэтому Ребята Как-то Мы Вот Так И Сделаем Что У нас Будут Такие Цены То есть За 60 Алмазов Да Мы Себе Сможем Купить 30 Раркенди Это Ребята Нормальная Такая Цена Я думаю Все Все Так Думают Потому Что 60 Алмазов Это 100 Алмазов За 100 Алмазов Прокачать В общем Всем Покемонов 30 Уровней То есть 30 Уровней На всех Покемонов Это Мне Кажется Нормально Нет Если Было Например 30 Уровней Одному Покемон Каждому Покемону Это Было Конечно Бы Слишком Потому Что За Так Алмазов Поднять Каждому По 30 Уровней Это Было Бы Действительно Слишком Поэтому Поэтому Сделаем Как-то Так Ребята Сделаем Как-то Так Что Что Два Алмаза У нас Будет Ух Ты Чуть Не Чуть Чуже Уже Так Иду Себе Спокойно Тогда У нас Будет Где-то Так Ребята Я так Думаю Два Алмаза Один Раркенди То есть Давайте Уже Сделаем Себе Сразу Такую Цену Что Два Алмаза У нас Будет Стоить Два Алмаза У нас Будет Девять Золота Это Нормально Мне так Кажется Ух Ребята Ребята Ребяточки Наш Наконец-то Первый Фосил Наконец-то Первый Фосил Так Отлично Гуляли По шахте И нашли Свой Первый Фосил То есть Сейчас Какое у нас Задание Правильно Ребята Сейчас у нас Задание Фосил Машины Все Задание Немного В первую Очередь Поменялось Как-то Я не имею Желания Туда Ити У нас Получается Не выживание Да Поэтому Так мы И делаем Ребята Ну тут Нифига Нету Чтобы Можно Было Ху Ребята Отлично У нас Первый Фосил Есть То есть Сейчас Нам Нужно Делать Фосил Машины А как Фосил Машины Делаются Я не Совсем Помню Я помню То что Нам Нужно Будет Нам Нужно Будет Нормально Так Обсидиана То есть Сейчас У нас Задача Это будет Сделать Фосил Очиститель Фосил Клинир Да И Фосил Машину Да Чтобы Первого Первого Ребята Нашего Фосил Покемона Уже Себе Сделать Отлично А вторая Ну как бы На втором плане У нас Будет Это Сделать Вот это Как его там Ну Магазин С обменом Да То есть Два алмаза Это у нас Будет Девять Золота Нормально Я так думаю Да ты ж Сколько вас тут Это В принципе Я так думаю Разумная Такая цена Два алмаза За девять Золот То есть Золото Я не скажу Что такое Редкое Вот мы пришли Только в шахту У нас Уже тут Есть два Золота Перед тем Мы себе Еще где-то Двадцать Там Нашли Может Может Ах ладно А может И тут Что-то будет Фиг его знает То что Тут Куча Гравия И чтобы Это все Раскопать Это Сдурить Можно Не Ребята Тут Нифига Хотя Может Там Конечно И будет Потому что Тут Действительно Куча Всего Это Все Рейт Это Сдурить Можно Фух Вот Так В шахту Идти Да И Искать Фосил Да И все В принципе Один фосил Мы уже Нашли Это Это Уже Вообще Офигенно То есть Один фосил У нас Есть И Это Действительно Нормально Так Сейчас Может Еще Тут Даже Пороемся Может Еще Даже Что-то Найдем Бжиглипух Нет Нам Не Нужен Ладно Если Ты Такой То Вот Еще Золото Там Поэтому Ребят Нормально Один фосил Нашли Экономику Магазина Ну Как Экономику Немного Мы так Поразмышляли Да Что И как Будет С Какой Ценой Да Поэтому Я уже Думаю Что Нормально В принципе Ребята Давайте Мы Домой Возвращаться Что Там Что Там Давайте На этом Закончим Эту Все ребята Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Всем За просмотр Всем удачи И всем Пока Пока Субтитры Субтитры Субтитры